В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Налоговые льготы. Кому и в каких случаях они положены? Снова в очном формате в ДДТ прошли занятия школы пионерских профессий. Учитель-ученики в ДШ-2 открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. По поручению президента правительство подготовило программу финансирования работ по обновлению коммунальной инфраструктуры в регионах за счет средств Фонда национального благосостояния. В этом году на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства будет направлено 20 миллиардов рублей. Всего в течение четырех лет до 150 миллиардов. Об этом сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. С их помощью станет возможным профинансировать до 80% затрат. Все средства будут предоставлены на срок до 25 лет по льготной ставке 3% годовых. Такое решение позволит обновить системы тепла и водоснабжения, водоотведения, сделать их надежными и безопасными. Кроме того, поможет решить проблему реконструкции очистных сооружений, защищающих водоемы от вредных стоков. Все это важная составляющая работы по созданию комфортных условий жизни для наших граждан, подытожил министр. Документ уже подписан. Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства необходимо обеспечить своевременный отбор региональных проектов на получение финансирования. Правительственной комиссии по региональному развитию Михаил Мишустин поручил оперативно рассматривать заявки и доводить средства до регионов. Льготы по налогам – это особые права, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков. Они могут уменьшить облагаемую базу или размер платежа. О том, кому предоставлены такие преференции и как их можно получить, расскажем далее. С 2020 года льготы физическим лицам предоставляют в беззаявительном режиме. Если человек сам не обратился с заявлением, то налоговая предоставит льготу на основании сведений, которые есть в инспекции в соответствии с федеральными законами. Некоторые категории граждан имеют право на льготы по налогу на имущество. Категория граждан, которые имеют право на льготы по налогу на имущество физических лиц, прописана в статье 407 Налогового кодекса Российской Федерации. Основными категориями граждан являются пенсионеры, физические лица предпенсионного возраста, инвалиды первой и второй группы, военнослужащие, ветераны боевых действий. Льготу предоставляют на один объект каждого вида – квартиру, комнату, жилой дом или гараж. А если у человека есть две квартиры, то льгота распространится на тот объект, где исчисление налога произойдет с максимальной суммой. Основная льгота по земельному налогу – это налоговый вычет в размере шести соток на один земельный участок. Пенсионеры, физические лица предпенсионного возраста, инвалиды первой и второй группы, физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Льгота предоставляется в отношении одного земельного участка с исчисленной максимальной суммой налога. Пенсионеры и инвалиды также имеют право на льготу по транспортному налогу. Это 50% на один легковой автомобиль с мощностью до 150 лошадиных сил. А стопроцентную льготу предоставят родителям, ребенка-инвалида, многодетным семьям, участникам Великой Отечественной войны. За подробной информацией о льготах обращайтесь по телефону налоговой службы 3-48-37. Покупатели квартир в новостройках избавят от переплат по ипотеке. В этом году Минфин должен разработать законопроект, который предполагает упрощенный порядок изменения закладной при оформлении права собственности на квартиру в новостройке. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Цифровую грамотность в 2021 году повысила более 1200 нижегородцев старшего поколения. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики области. Участники обучения занимались на компьютерных курсах в Центрах социального обслуживания населения. В Нижнем Новгороде и области работают 50 таких классов. На занятиях пенсионеры учатся работать на компьютере, пользоваться мобильными приложениями, создавать аккаунты на портале госуслуг в соцсетях и популярных мессенджерах. Платить за услуги ЖКХ в режиме онлайн. Обучающиеся детского технопарка «Кванториум Саров» начали работу над крупным проектом, который охватит более 50 православных объектов и достопримечательностей села Дивиева. Итогом проекта станет туристический ресурс, с помощью которого все гости Дивиева смогут заранее узнать о местности и проложить свой персональный маршрут. Также ребята плотно общаются с экскурсоводами и собирают самую важную и интересную информацию, чтобы будущие посетители платформы могли не только во всей красе увидеть храмы и другие объекты Дивиевской земли, но и ознакомиться с их историей. Детей в возрасте от полугода до пяти лет будет логичнее прививать от коронавирусной инфекции назальной формой спутника – спреем для носа. По крайней мере, разработчик будет ратовать именно за такой подход. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинсбург. По его словам, есть также вариант разбавить вакцину «Спутник Ви» в 10 раз для применения у детей младше пяти лет, по аналогии с тем, как ту же взрослую вакцину разбавили в пять раз для варианта «Спутник М» для детей 12-17 лет. Окончательное решение о форме прививки для младшего возраста будет принято только после того, как закончатся испытания назальной вакцины на взрослых, уточнил Гинсбург в беседе с Интерфаксом. Предполагается, что на это уйдёт ещё два с половиной месяца, оценивал ранее академик. Для детей в возрасте 6-11 лет испытания вакцины стартуют в течение февраля. 69 случаев омикрон-штамма выявили в Нижегородской области на 1 февраля. Он выделяется в 75% случаев при секвенировании, сообщает Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Время оказания неотложной помощи в поликлинике номер один увеличено. Кабинет работает теперь с 7 до 21.00. Также дежурный терапевт ведёт приём по субботам и воскресеньям с 8 до 15 часов. Принимаются вызовы врача на дом с 8 до 13.00. Воскресенье с 8 до 12.00. Запись на приём и вызов врача на дом по телефону колд-центра – 9 55 11. В эти же часы работает отдельная телефонная линия для пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 и контактных лиц – 9 55 43. В связи с повышенной заболеваемостью населения временно приостановлена запись в стоматологическую поликлинику через портал пациента. Записаться можно только на текущий день через регистратуру с 7.00 или по телефону регистратуры 9 55 88 с 8 часов. Во Дворце детского творчества прошли занятия Школы пионерских профессий. В этот раз мероприятие состоялось в очном формате. В течение двух дней ребята осваивали 9 профессий. Подробности расскажем в следующем репортаже. Два дня – 9 профессий. Стать барабанщиком или знаменосцем, уверенно держаться на сцене или научиться писать статьи в школьную газету. Всему этому ребята обучают в Школе пионерских профессий. В прошлом году занятие пришлось отменить из-за пандемии, поэтому в этот раз пионерам было вдвойне радостно встретиться в родных стенах Дворца детского творчества. Работу секции начали со знакомства и водного теоретического материала. Профессию барабанщик ребят осваивали самые основы – выработки ритма. Мы учим ребят игре на барабане. Первый этап – это когда они учатся играть, учат сами сигналы, играть на ладошках. Потом они играют на карандашах, имитируют палочки. Ну а завтра мы уже будем представлять ребят на барабанах. И я захотела стать барабанщиком именно потому, что мне очень нравится эта профессия. А на барабанщике они выступают чаще всего на разных мероприятиях, на выно-знамени. И много везде всяких походов или всяких встреч. Пионерскую организацию нельзя представить без Орлятского круга, в котором звучат песни о мире и дружбе. В секции «Друг песни» учащиеся знакомились как с традиционным пионерским репертуаром, так и с новыми произведениями. Ребята пробовали исполнить песни под гитару под руководством старших наставников. А на доме получили задание – выучить куплет и припев понравившейся композиции. Мы поем песни, конечно же, рассказывая об авторе, песни о краткой истории данной песни, как она прижилась в нашем союзе, значение ее для нашего именно городского союза «Сияющие звезды». Ну, дальше идет практика. Мы поем, много поем. Пионер – это человек, на которого всегда смотрят, которого слушают и на которого равняются. Поэтому он должен уметь хорошо и достойно держать себя на публике, преодолевать волнение, правильно поставить голос и дыхание, уверенно вести себя на сцене во время выступлений. Ребят учили на станции актерское мастерство. Занятие у юных артистов проходило в три этапа. Мы изучили историю и, в принципе, теоретическую часть – как держать себя спокойным. Дальше мы будем изучать непосредственно речитатив, то есть как лучше разговаривать, как разработать мышцы лица для того, чтобы лучше и четче разговаривать. А на следующем занятии у нас будет непосредственно небольшая импровизация, на которой мы попросим детей именно показать свои, раскрыть свои таланты актерские. И когда мне предложили сходить, я с радостью согласился. И был бы очень рад, чтобы меня этому научили, чтобы я потом кого-то мог обучать. В школе пионерских профессий работали еще шесть секций – знаток символики, оформитель, гарнист, организатор КТД, мастер игры и юный журналист. На второй день, на финальных занятиях, новички получили индивидуальные задания. После их выполнения пионерам выдадут сертификаты об успешном освоении профессии. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Учитель ученики. Такое название получила выставка работы отделения дизайна, открывшаяся на днях в фойе Дыши номер 2. На выставке можно увидеть пейзажные мотивы с видами Сарова, интерьера уходящего крестьянского быта, творческие и учебные натюрморты. Подробности далее. Эту картину художница Юлия Лесина написала совсем недавно. Ее история очень печальна. Собака, которая изображена на холсте, жила в подъезде женщиной несколько лет, а потом погибла под колесами автомобиля. Юлия решила в память о добром и верном друге написать картину и представить ее на выставке в детской школе искусства номер 2. Теперь мы можем видеть ее только на картинке, которая тоже сделана в подъезде. Тем том новым, по которому хочется высказаться, это одна из них. Для Юлии Лесиной это уже четвертая персональная выставка. Здесь можно увидеть картины этого и прошлых годов. В основном Юлия пишет виды нашего города. В последнее время художница полюбилась рисовать маркерами. Мне подарили маркеры двусторонние. И дети их очень любят. И я тоже решила попробовать. Мне очень понравилось. То есть вот эти наброски, зарисовки видов Сарова, последние, они сделаны маркерами. Их у меня штук 80. Этого достаточно, чтобы передать красоту. На выставке можно увидеть работы учеников и выпускников Юлии Лесиной. В экспозиции представлено более 30 работ. Здесь и живописные полотна, графики большого, среднего и малого формата. В другой части выставки можно увидеть работы в разных техниках, и живописи, и графике. Там не только излюбленный графический материал, карандаш простой и акварель. Мы еще писали даже акрилом, гуашью, темперой, пастелью. Посмотреть выставку «Учитель и ученики» могут все желающие без возрастных ограничений. Более подробную информацию можно получить по телефону 951-44. Ирина Вашекородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Для всех ценителей рукоделия библиотека имени Маяковского подготовила выставку «Бисерная палитра». Здесь вы можете увидеть композиции в смешанной технике бисероплетения и вышивке крестиком, а также триптих из шерстяных ниток. Подробности расскажем в следующем репортаже. Работа с бисером – древнейший вид рукоделия, который зародился тысячу лет назад. Сейчас тонким и искусственным мастерством бисероплетения занимаются как профессионалы, так и многие любители прекрасного. Создание композиции из бисера требует предельной аккуратности, внимательности и хорошего художественного вкуса. Для всех ценителей этого вида искусства библиотека имени Маяковского подготовила выставку «Бисерная палитра». В наше время работа с бисером увлекает не только дизайнеров, но и простых любителей творить чудеса своими руками, к которым, несомненно, и относится Эмма Николаевна Басова, автора работ, которые представлены на нашей выставке «Бисерная палитра». Давно стало модным вышивать бисером целые картины с изображением мифологических сюжетов, пейзажей, сцен романтических свиданий, цветов и прочее, что вы можете увидеть на нашей выставке. Эмма Басова всю жизнь проработала техником-технологом на заводе «Авангард». А с выходом на заслуженный отдых женщина смогла посвятить больше времени любимому хобби – работе с бисером. Эмма Басова занимается разными стилями вышивки. На выставке можно увидеть композиции в смешанной технике, бисероплетении и вышивке крестиком, а также триптих из шерстяных ниток. На выставке еще представлены работы, выполненные по мотивам картин известных художников, таких как Михаил Врубель, Альфонс Муха, Франсиско Коя, ну и других. Мы приглашаем наших горожан посетить эту выставку в библиотеке имени Маяковского, в зале искусства, в часы работы библиотеки. Выставка «Бисерная палитра» в библиотеке имени Маяковского продлится до конца февраля. Вход свободный. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!